Продолжается прием заявлений для голосования по поправкам в Конституцию по месту нахождения. Поставить галочку в бюллетене можно досрочно. У граждан есть уникальная возможность проголосовать буквально в любом удобном месте. Подробности в сюжете Юлии Горшковой. Глава региона попросил особое внимание уделить организации голосования для садоводов, чтобы дачники не оказались выключенными из электорального процесса. Сейчас у меня более 100 домов, это те, кто проживают, круглогодично проживают. Ну и также все лето практически на 80% сад загружен, все садоводы живут здесь. На этой неделе перед правлениями садовых некоммерческих товариществ властями была поставлена задача обеспечить возможность людям, которые находятся на своих участках, проголосовать на территории садоводческих товариществ. Во всех садах мы сейчас организовываем, развесили объявления и назначим день. Посмотрим, сколько людей придет. Я думаю, что это выборы не последние. И в принципе нам самим интересно, как получится пойти навстречу людям, чтобы они не ходили. Но опять же у нас инфраструктура, не во всех садах есть такая возможность. Тем, кто хочет проголосовать не по адресу регистрации, стоит поторопиться. Подать заявление по месту фактического нахождения можно в любой из ней до 14 часов 21 июня. Напомню, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля этого года. Досрочное голосование состоится с 25 по 30 июня. Потому что садоводы в основном сейчас здесь. Вот по СНТ-метизнику могу сказать следующее. То есть у нас определены уже даты с УИКом, где четко 20 числа с 10 до часу садоводы могут прийти сюда на нашу центральную проходную, четвертую проходную, конечная 51 маршрута. Написать заявление о том, что они хотят проголосовать здесь, а не по месту регистрации. И 27 числа также с 10 до часу прийти и проголосовать. Я как бы призываю, здесь удобнее, здесь хорошо, то есть садоводов. Ну а проголосовать мы должны все.